здрасте здрасте это доктор анатоль который все еще ищет людей в которые со мной смотрят в одном и том же направлении так что если вы зрите туда и куда я зырю давайте наполовину шутка и кстати в этом видео я indirect на то есть не в прямую объясню почему это если вы не посмотрели мое предыдущее видео в котором я говорил о главной дилемме на духовном путю чуть-чуть главная дилемма заключается в том что в молодости мы должны начинать но в молодости мы не представляем большого интереса для духовного учителя потому что бог знает что из вас получится вот поэтому приходится духовным учителям организовывать большие ашрамы чтобы загробастать как можно больше людей что надев надежды что там один или два из них что-то там кем-то там станет вот я кстати приехал опять в тот же самый маронго каньон вот оказывается они ворота открывают раньше чем 7 утра потому что несколько раз я приезжал после семьи они были закрыты вот я сегодня в полной уверенности был что мне придется парковаться там есть рядом другой парк но это не парк это это заповедник а есть там парк вот и ну собирался там за парковаться и пешочком сюда дайте так ну хорошо я вам не буду морочить на эту тему голову просто чтобы вы знали что я живой человек и меня так сказать не на колеснице божественной сюда принесло а на машине у которых есть четыре колеса вот и они все крутятся в одном направлении иначе иначе проблем так вот значит здрасте его я ваша тетя значит вы выжделели стать очень духовным человеком вовремя в 15-20 лет и что происходит значит куда вы пойдете чем вы будете заниматься ну я вам сразу скажу что это зависит только от одного от вашей кармы или то что я в моей книги в моих книгах называю банковский счет я сейчас не помню слово хорошести то есть как значит насколько вытаскивать насколько вы нравитесь богу давай скажем так значит но большинство людей они не находятся на таком высоком уровне они обычно находятся на более низком уровне значит и они открывают интернет и пишут где найти духовного учителя значит и если они очень тупые то а насчет они там пойдут на какие-то там классы там не впротив говоря товарейки там карты таро там эти самые ясновидящие или там криво писающие все такое и ничего там плохого нет потому что пифагоровые штаны на все стороны равны ли как там это говорится то есть каждый путь он имеет значение каждому человеку суждено то что ему суждено вот и прочие так сказать банальные идеи вот значит ну если у человека немножко есть серьезность то он даже может почитать серьезные книги вот я всегда на эту тему смеюсь значит мой индийский учитель он был тантрист а на западе очень распространено то что я называю и другие называют калифорнийская тантра то есть они путают от антруса там всякой ерундой по поводу отношений между мужчиной и женщиной вот значит и как правило если вы попытаетесь поговорить здесь на западе по поводу тантры они вам будут такую ахинение нести что будет просто страшно я вспомнил о чем и говорил значит там тантра настоящая аутентичная и калифорнийская которая но в чем-то она тоже аутентичная я помню сказать как я умирал от смеха это был давно это было 90-х годах было видео о том что если мужские и женские так называемые или не так называемые органы переименовать на санскритский лад то сразу все станет ясно смотрите какой там кролик идет так сиди там потому что нам надо показать себя всем людям не усидел значит так мне представить давай не буду вам говорю всякие глупости которые я люблю говорить я вам расскажу одну секунду вещь если вы пойдете в русскоязычный книжный магазин или то что я более с чем-то сказать более я знаком американский там будет стоять огромное количество книг от колоссальных глупости до серьезных книг типа написанных далай-ламой я не люблю как пишет далай-лама книги ну или я не знаю это все самых пишет вот но отрицать что он великий учитель это было бы кто я такой вот значит и там есть куча других так сказать людей которые написали книги особенно я рекомендую не буду это вы говорите кого я рекомендую это не мое на это самое на на моем канале рекомендовать вообще что-либо но то что я пытаюсь сказать это одна простая вещь одна простая вещь что книг там серьезных очень много и серьезных очень много и и какие книги люди читают или к чему они у них будет притяжение то есть что на что они обратят внимание вот и меня уже давно не удивляет что большинство людей будет обращать внимание на то что легко читать что легко понятно то есть для обычных людей они будут читать то в чем глубина отсутствует или и очень мало это плохо ли хорошо ну это не имеет какое значение то что есть теперь возвращаемся к компьютеру тем что вы решили погуглить а где найти духовного учителя и кто хороший кто плохой там кстати насчет хорошего плохого а есть один сайт где я считаясь учителем лучше чем иисус христос вот как говорят на эту тему ноу комент вот во все стороны то есть все мои друзья и так далее они просто умирали от смеха когда они такую вещь прошли кстати иисус христос там на этом сайте считается но третьесортным учителем вот это самое ну я думаю что вы поняли почему я смеюсь значит значит ну вы нашли там какой-то там я не знаю духовный центр жреца племени мумба юмбы как я говорил в прошлом видео вот кстати я вам подмигиваю я и есть жрец того мумба юмбы так вот значит вы пришли значит вы там нашли видео там значит написано там мумба юмба это самый великий учитель или там бог или что-то там еще такое значит и вы решили туда поехать значит а куда вы поедете ну если у вас карма потрясающе то у вас есть денежки и вы можете полететь в самую святую священную страну на свете благо туда самолеты летают и из россии и из европы но россия тоже там части россии это европа и из америки ахи охи мухи шмохи и вы туда прилетели и учитывая что вы немножко серьезный человек значит вы там записались в ашрам и там вы получаете учение так теперь самая главная причина моего видео скажите мне пожалуйста какой будет средний уровень вибрации в этом ашраме кто там будет и чем они там будут заниматься и какую роль это будет играть в вашей жизни вам все понятно о чем я говорю поэтому куда бы вы не поехали где бы вы не были если вы попали в публичное место то есть это известный учитель даже если не очень известный но известный чуть-чуть то скорее всего у него будут ученики которые они могут быть очень хорошие могут быть хорошие люди тоже слава богу еще не хватало чтобы какой-то духовно-религиозный учитель не говорил своим ученикам что обязательно надо быть хорошим честным человеком не заниматься манипуляциями заниматься духовными практиками читать писание которые никому ничего не делают но это мы не будем говорить а то случайно кто-то может освобиться это кстати когда кто-то в комментариях у меня начинает цитировать какие-то там писания если это замечу то я как правило сразу это стираю и если это какое-то наглое сообщение то я этого человека баню тоже потому что я не хочу такие глупости что были на моем канале вот пока он фильм не развился надеюсь что никогда это не произойдет то ну вот так так вот о чем я обещаю я обещаю о том что обычными способами встретить духовного учителя который может вас привести на серьезный уровень невозможно вы можете себя подготовить чуть-чуть вы даже можете стать более не менее хорошим средним человеком я имею ввиду на духовном пути в алмацу чтобы не было полного чутью вот но чтобы встретить таких людей серьезных вы должны сами должны иметь соответственно карму помните вчера здесь сидел кролик а сейчас кролика его больше нет и сейчас вы видите мою тень видите у меня ноги есть две руки есть я всю жизнь думал что у меня шесть рук а потом через некоторое время я понял что надо сойти со спеси спуститься с небес и признать что руку у меня только две две руки две ноги и может быть есть крылья вот кстати возвращаясь о том чем пытаюсь вам сегодня наговорить давным-давно когда я формировал глубокой молодости мою религиозную организацию мне один довольно серьезный духовный человек который имел довольно большой штаж в тибетском буддизме я его спросила а где можно найти учителя такого как марпа а он ответил для того чтобы найти такого учителя как марпа нужно быть милорепой а это два серьезных товарища вы можете сейчас поискать и конечно они правда в одиннадцатом веке жили чуть-чуть 900 лет назад но с тех пор все стало хуже ужаснее хвост стал облезли и так далее так далее но я вам хочу сказать одну страшную вещь уверяю вас что если у человека есть реальный запрос есть карма у него соответствующего этому запросу да это редко но бывает то наверняка будет тот та ситуация которая разрулит это все для вас хотя шума вокруг будет очень очень много потому что если вы откроете ротик свой скажете кому то что вы нашли духовного учителя то все вот эти люди которые там живут в занимаются картами и которые знают много чего ну им так кажется они вам будут морочить голову поэтому то что было короче раньше станет длиннее сейчас может быть а может быть и нет я вам желаю пушистого хвоста который обращается по часовой стрелке и который не облезлый всего вам как вы думаете что то что это за чудо юда растения если знаете то скажите в комментариях этим вы убьете двух зайцев оставите комментарии и покажите что вы на самом деле досмотрели видео до конца не умерли от скуки это всегда помогает таким людям как я которые не могут мысли свои сконцентрировать как надо правда не от того что нажрались вот этого это вам вдовесок 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 мне очень нравятся вот эти деревья и горы на горе арарат растет красный виноград что вот что мы а мы г это мы обогреваем да и да